Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас в Ярославле, да? Да, верно, город Ярославль. Подскажите, пожалуйста, как давно вы там и откуда переехали? Ну, в Ярославле мы почти два года, вот в декабре в конце года будет два. Переехали с Кольского полуострова, Мурманская область, есть такой приграничный поселок, Никель, в 30 километрах от норвежской границы. Ого, себе. Ну, вот так вот. Расскажите, пожалуйста, вот в чем была причина переезда и как вы выбирали город? Ну, причина была в том, что наш поселок закрывается, градообразующее предприятие, вот у нас там филиал от Норильского никеля, значит, перерабатывают, ну, никель горные породы, то есть муж у меня шахтер, вот сейчас это дело все сворачивается, вот именно к концу этого года уже все закроют, поэтому, ну, вот как бы вопрос стоял ребром, а в Ярославле мы ездили, всегда отдыхали в отпуск, у меня тут родственники, поэтому особо выбора не было, ну, и город нам очень нравится, очень хороший город, и люди неплохие, вот. А скажите, получается, тот поселок, он вообще как бы сворачивается, да? Нет, нет, не сворачивается, почему? Поселок остается, просто работы, так скажем, будет меньше, а точнее сказать, практически достойной зарплаты уже не будет, так как градообразующее закрывается, остается там больница, школа и так далее, госучреждение, грубо говоря, вот. Ага, а вот можете сказать, сколько вот шахтер может зарабатывать, ну, просто вот любопытно? Ну, у меня муж, он сварщиком работал, ну, то есть все по-настоящему, под землей минус тысяча, вот. Он у меня получал 80 тысяч, ну, получает по-разному, кто именно руду добывает, и 150, ну, в зависимости, там тоже сейчас нормы, план, вот. Ну, то есть я считаю, зарплата неплохая. А вот вы чем занимались там? Я работала в больнице медицинским дезинфектором, вот, как бы всю жизнь, можно сказать. А у вас вот сколько получалось зарабатывать? Ну, у нас бюджет, у нас смешные деньги для севера, то есть, ну, в последнее время 22-24 тысячи. Вот. Понятно. А вот можете сказать вкратце про условия жизни? Вот, как, как вот там было жить вообще? Что, что было плохо, что было хорошо? Ну, я вам скажу так, конечно, мы северяне там и привыкли, и все, но жизнь, я вам скажу, очень тяжелая в смысле медицины, потому что в последнее время она стала, так скажем, отсутствовать, можно сказать. У нас север, и у нас, получается, до Мурманска 182 километра, вот. И дороги зимой закрываются просто от того, что метель, допустим, нас заметает, и пока не расчистят, мы отрезаны вообще, можно сказать, от большой земли. Вот. Вот в этом очень это действительно проблема, потому что роддом закрыли, к примеру, а ближайший роддом в Мурманске. Вот. Потом, ну, что еще тяжело? С возрастом тяжело переносится полярная ночь. Потому что на данный момент поселок освещается плохо, если при советах, так скажем, электричество государство на нас не жалело, мы практически этого не ощущали. Много фонарей, светло. То сейчас это темень постоянная. Плюс к тому, что вот у меня муж мало того, что в шахте, но еще и полярная ночь, ну, то есть уже сбой со здоровьем. Вот. Ну, и вот эта вот сама отрезанность, что мы очень далеко. Вот. Все-таки оно не утро. Но вы, например, за всю жизнь не смогли привыкнуть, да? Нет, это все равно тяжело. Так же, как и полярный день, между прочим. Когда солнышко светит буквально 24 часа, это тоже очень тяжело. То есть ты уснуть не можешь там, ну, и так далее. Вот. Сложновато. Вот. Спасибо большое, Алла. Давайте тогда поговорим теперь про Ярославль. Вы переезжали, у вас были средства, ну, чтобы купить жилье? Я вам скажу так, то, что мы не накопили денег, вот. Денег мы не накопили. Переехали мы благодаря бабушке мужа. То есть была реальная программа, которая практически сейчас еще работает. Это переселение пенсионеров с районов Крайнего Севера. То есть вот там минимум на 15-20 лет отработать на Севере. Потом ты встаешь в очередь по этой программе. На жилье пишешь там заявление, где бы ты хотел жить, в каком городе России. Вот. Бабушка простояла 20 лет. Вот. Бабушке девятый десяток. И, наконец-то, она получила этот долгожданный сертификат, который ей, по сути, уже был неинтересен. Никуда она уже поехать не захотела. Вот. То есть она нам его подарила. Это сертификат на миллион двести тысяч. Вот. Ну, и дополнительно мы продали все, что имели там, квартиру. И квартиру у нас, кстати, уже вообще там практически за долги некоторые продают. Очень дешевые квартиры. Вот. Жилье. За сколько удалось продать квартиру? Нам удалось продать очень хорошо. Я считаю, это квартира трехкомнатная в девятиэтажном доме. Там с ремонтом мы продали за 600 тысяч. На данный момент не могут продать за 300 тысяч. Но мы связь поддерживаем. У нас там родители остались на Севере. То есть вот как стало известно, что комбинат сворачивает свою деятельность. То есть все бегут и буквально жилье продается за копейки полностью. Со всей мебелью, бытовой техникой и так далее. У кого есть возможность куда-либо уехать. То есть поселок одномоментно становится резко. Резко, резко, да, резко. И у нас соседний поселок там не так далеко, но это уже давным-давно. Тоже как закрыли градообразовательное предприятие. Просто дача. Стали на дачу туда ездить. Вымер и все. Хотя обещают, что там все-таки туристическая зона будет. Но я лично, я сомневаюсь. Так что вот так вот. Понятно. То есть у вас денег хватило, чтобы купить, да, там в Ярославле? Да, 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 да. Мы купили квартиру, и слава богу, и все хорошо. То есть там вот по этому сертификату. И, так скажем, то, что продали жилье, мы здесь купили квартиру двухкомнатную в Ярославле. Ну, не в самом городе, в черте, но довольно-таки я довольна. Ага. А можете сказать, вот сколько квадратов и сколько цена? Ну, квартира хорошая, это новый жилищный комплекс, 61 квадрат, двухкомнатная квартира. Вот. То есть вполне себе приличное жилье. А сколько цена, какая цена? Два миллиона сто тысяч. Угу. Это без ремонта? А, черновая отделка, ну, то есть ни дверей, ни ванны с туалетом. То есть, ну, где-то на ремонт еще порядка 500 тысяч, на простенький ремонтик мы затратили. А можете сказать, сколько у вас квартплата зимой и летом? Ну, вы имеете в виду по Ярославлю? Да. По Ярославлю. У нас, значит, дом с индивидуальным отоплением, то есть по квартплате очень даже сносно. Мы платим в районе 4-4,5 тысяч. Вот. Это усредненное, да, получается? Ну, да, тут же в зависимости от расхода, допустим, газовое, сколько мы там отопления включили или выключили, допустим, вот, по счетчикам, вот. У вас газовое отопление? У нас газовое отопление, да. Вот. Так что в зависимости от активности. Расскажите, вот, чем вы занимаетесь, вы и муж в Ярославле? Значит, мы переехали, муж у меня сразу начал искать работу. Сначала мы тут очень-очень расстраивались, потому что работа, ну, работа есть, и работы полно для сварщика. Но зарплата просто смешная. Ну, ладно, он устроился, и по сути, как нам сказали, и так оно, наверное, и есть, мы уже разобрались немножко в жизни Ярославской. Он работает, значит, сварщиком, и зарплата у него 40 тысяч, вот. Для вас это мало, да? Я не работаю, потому что я по специальности не то. Чтобы не смогла найти работу, работа есть, но я считаю, что это того не стоит. Допустим, в туберкулезный диспансер требуется, значит, дезинфектор. Вот, это очень страшная работа в плане дезинфекции суббольными. Вот, а давайте посчитаем. Они предлагают 14-15 тысяч, и это не факт, что я их там заработаю, там все равно. Вот, плюс проезд с пересадками. То есть мне в день, допустим, туда и обратно с пересадкой 120 рублей надо. То есть 30 рублей стоит маршрутка, вот, мне надо с пересадкой туда ехать в одну сторону 60 рублей, плюс питание. Ну, то есть это нерентабельно абсолютно, и еще рисковать, не дай бог, заразиться. Я считаю, мне приятнее здесь заниматься птицей. Я нашла для себя то, что я выращиваю индюков, уток, цыплят на продажу. Вот, то есть я занимаюсь летом вот этим. А где вы это делаете? Мы перед тем, как сюда переехать, там за 5 лет купили здесь участок и небольшую дачку. Вот. Мы сюда переезжали, у нас участок был уже. Вот. А купили квартиру и переехали. Вот. И вот удается зарабатывать, да, за счет этого? Ну, знаете, чем за 15 тысяч их ездить куда-то, я думаю, что и себе приятно. По крайней мере, мы кушаем свое мясо. Даже пусть вот мы в ноль выходим, к примеру, по комбикормам. Ну, вы поняли? Я имею в виду, это больше делается для семьи, что мы кушаем свое мясо, свое яйцо. Вот, излишки мы продаем и окупаем комбикорма затраченные. Вот. Ну, а вот эти 40 тысяч, которые муж зарабатывает, вам хватает, в принципе, там жить? Ну, как вам сказать, ну, нам хватает, ну, ни шага в сторону. То есть, понятно, что мы не можем не поехать в отпуск на то же море, потому что, ну, пока он работает, это не государственное учреждение. То есть, ты работаешь, ты получаешь. То есть, не работаешь, значит, ты не получаешь. Вот. То есть, в этом плане очень сложно. Какие-то копейки выплачиваются в качестве, потому что работа, как, я вам так объясню, официально он работает на полставке. Ну, точнее, все, кто с ним работает, они официально проведены на полставке. А это ничего по деньгам. То есть, ну, серая зарплата, грубо говоря. Минимум платят там какой-то, а остальное докидывают неофициально. Вот. Знаете, куда не коснешься, да, какого вопроса, так какой-то бардак. Ну, это нормально уже, по-моему, даже никто и не возмущается. Пока что вот так вот. А иначе, ну, а как, опять-таки, в ЖКО эти сварщикам 25 тысяч рублей. И еще свой сварочный возьмите, пожалуйста, как нам сказали. Понимаете? То есть, ну, тут 40 тысяч – это деньги по городу. Вот. Ничего не поделаешь. Алла, расскажите, как вот изменилась ваша жизнь после переезда? Ну, особо, ну, поменялось, конечно, да. Я сейчас, в основном все лето мы живем на даче. Полгода на даче, полгода в квартире. Вот. Особо, ну, что поменялось? Будто бы всегда в отпуске. Я, честно говоря, так как я не работаю, вот. Для меня так просто, ну, красота. Мне все нравится пока что. Конечно бы побольше там денежек и так далее. Ну, будем надеяться, так скажем. А вот, знаете, я хотел вас спросить. По идее же, вы же тоже на Северах долго прожили, и вам тоже должны были дать сертификат жилищный? Мы не вставали на очередь, так как у нас там условия получения сертификата, точнее, постановки на очередь, это нельзя иметь ничего в средней полосе. А так как у нас был дачный участок уже куплен, вот. То есть мы уже не подходили под условия сертификата. И, знаете, 20 лет ждать. То есть нам бы пришлось жить на Севере и ждать этого сертификата. И не факт, что эта программа свернется. И, ну, это глупость, я считаю. Это нереально было. А вот ваша мама сколько ждала? Вот после, она подалась на сертификат? И через сколько недели? Я вам говорю, бабушка, не мама, а бабушка. Она ждала 20 лет. 20 лет, представляете себе? Вот. То есть человек уже состарился до такой степени, что ему этот сертификат уже куда? То есть не все доживают до этого, наверное? Я вам больше скажу, что многие не доживают. Угу. Хорошо. Расскажите, вот как вам климат в Ярославле? То есть лето, зима, какая осень? Ну, я скажу так, конечно же, оно тут все помягче. Я не скажу, что у нас очень там зима, так скажем, температуры низкие. Нет, у нас, как Кольский полуостров, называют еврейским севером. То есть зима-то у нас, по сути, немногим отличается. Вот отсутствие лета, оно очень заметно, потому что летом у нас температура 10, 12, 15 градусов. Если 19, это жара. Вот. Здесь, конечно, весна так весна, что уже в марте все-таки потихонечку начинает все таять. Ну, очень красиво, что цветет все. У нас там такого нет за счет того, что комбинат в близости у нас. Вся природа там, конечно, испорчена. Вот. Кругом шлак, горы шлака, сопки. Ну, то есть вся природа сгорела за счет того, что стернокислотные выхлопы вот эти вот все. Вот представляете, чем мы там дышали? То есть бывает комбинат, если ветер на поселок, мы просто в дыму в этом ходим и вдыхаем это все. Вот. А здесь, ну что, здесь свежий воздух. Для нас здесь, знаете, вот эта близость дороги, это вообще ерунда абсолютнейшая. Вот. Очень хорошо и очень нравится. Вот. И опять-таки люди к нам очень хорошо отнеслись. Хотя я там перед тем, как переехать, сидела на форумах, задавала вопросы. И очень много было злых людей, которые там говорили, вот, Мурманск. Очередному мурманчанину не хватило на квартиру в Москве. Ярославль Нерезиновый и так далее. Вот. Ой, подождите, а можно вот с этого момента поподробнее? То есть это вот местные жители так говорят прямую? Это да, да. Это форум. То есть задаются вопросы, пишут люди, которые хотят переехать в город Ярославль. Вот. Посоветуйте. Ну, вот так же, как вы спрашиваете, а как с работой там? А как у вас с жильем там? А как цены на квартиры? То есть вот такой вот форум. И очень много людей, которые очень зло отвечают. Понимаете? Вот я очень была поражена. Это молодые люди. То есть там это не пенсионеры, которые вот такие вещи. То есть я даже один раз не удержалась, и девушке ответила. Говорю, милая, милая барышня, вы такая молодая. И не факт то, что вы выйдете замуж за военного и приедете к нам на север. И вам там помогут, и вам там расскажут, и вам там все покажут. Потому что, ну, северные люди, они отличаются. Потому что все, в основном же нет населения, которое, так скажем, коренное. У нас же воинские части кругом. У нас граница. У нас не так далеко и североморская, и пехота морская. То есть у нас очень-очень много там, в основном, военные городки небольшие. Алла, а скажите, получается, вот на форуме, да, понятно, а вот вживую как? Вживую я не встретила ни одного человека, который бы как-то косо даже посмотрел. Вот мы переехали. Ну, ладно, там это новый жилищный комплекс, но в основном Ярославль. Вот. Мы очень хорошо дружим с соседями, общаемся довольно-таки. Потом на даче мы проживаем тоже. Тут дачников очень много приезжает на лето, живут. Все. Мы даже первый год, когда купили участок, еще до того, как переехать, к нам пришли, принесли там нам, я не знаю, всяких цветочков там и так далее. Нет. Народ очень хороший. Я не знаю. Я сама очень люблю людей. Думаю, поэтому, может быть, нам и люди хорошие встречаются. То есть нет, не было никакой вот такой вот отрицательной. Я не встречалась и не сталкивалась с таким. Вот только по переписке. А вот как насчет цен на продукты и на какие-то услуги, товары, которые вы обычно используете? Ярославль гораздо дешевле. Город, я даже могу сказать, в смысле на мясную продукцию просто в разы дешевле. Вот. Мясо очень недорогое. Вот. Ну, и по продуктам так-то вот в гипермаркетах примерно одинаково. Ну, и овощи тут очень дешевые. У нас доставка далеко, поэтому наценка идет большая. Вот. Я так скажу, что цены здесь гораздо-гораздо ниже. Вот. Если сравнивать с Мурманском. Вот. Даже на удивление, даже на удивление та же рыба. Хотя мы жили, можно сказать, в порту Мурманск. У нас очень дорогая там рыба. Я не знаю, с чем это связано. То есть область, даже свой народ не кормит дешевой рыбой. Вот. Тут даже, я говорю, по Ярославлю где-то цены на рыбу ниже, чем у нас. Вот. Так что... Ага. В целом вы не жалеете, да? То есть и прям довольны своей жизнью. Я хочу сказать, что да, я не жалею. Если бы мне сейчас сказали вернуться, нет. Я скучаю, конечно, но я скучаю по своей работе, коллегам, по знакомым и друзьям. А жить нет-нет. Очень-очень в Ярославле хорошо. Нам нравится. Вот. И это стоит того, вот, чтобы уехать. И никакие зарплаты. Вы понимаете, там даже вот эти 80 тысяч, они расходятся на квартплату. Мы 10 с лишним тысяч платили за квартиру трехкомнатную. Она небольшая, 52 квадрата. Вот. И у нас отопление, считай, отключают чуть ли не в июне месяце, потому что у нас холодно. То есть там расходы на продукты питания, допустим, дороже питания, дороже одежда, дороже... И нам каждый год надо было как-то... Все деньги, которые мы пытались сэкономить, они уходили на отпуск. Вот. То есть надо было выезжать. Если здесь мы себя чувствуем, нам и не надо, нам вполне себе лето здесь устраивает. Мы никуда не рвемся пока и никуда не хотим. То там каждый год любой северный житель хочет поехать и погреться. Вот. Пусть не на море, пусть в среднюю полость куда-то. А это очень большие затраты и расходы. Хоть на перелет, хоть там ЖД транспортом. Вот. То есть весь год работаешь ради того, чтобы поехать в отпуск и все это спустить. Вот. Я вот так вот скажу. Ауа, спасибо вам большое за то, что связались и поделились своей историей. На самом деле мне было очень интересно вас слушать. И, конечно же, ну, каждый имеет право на то, чтобы, ну, в какой-то момент изменить свою жизнь, да, изменить место и качество жизни и так далее. Вот. Спасибо всем, кто нас послушал. Обязательно ставьте лайки. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь на канал. Всем пока. Алла, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.